Стремиться к лучшему, встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты, радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть, и она достойна лучшего. Группа компаний «Солерс». В эфире «Город сегодня». Здравствуйте! 1 октября отмечается Международный день музыки. В эти дни октября могут услышать очень много интересных музыкантов, этнографических ансамблей, исполнителей на народных инструментах. Ак-Тубе отмечает 550-летие казахского ханства. Но и наши музыканты активно налаживают сотрудничество с коллегами. Накануне в Оренбурге состоялось выступление камерного хора областной филармонии имени Газизы Жубановой. Концерт прошел с большим успехом. Приглашение в Оренбург октябринцы получили в связи с юбилеем знаменитого композитора 20 века, автора выдающихся хоровых произведений Георгия Сверидова. К столетию мастера Оренбургский муниципальный хор подготовил специальную программу. А руководитель хора Ольга Серебрийская побывала в местах, где рос и учился Сверидов. Я была на родине Сверидова несколько лет назад. Меня приглашали в Курск с мастер-классами в университет. И, значит, я работала с хором, читала доклады. Там была большая конференция, которую вел, возглавлял и возглавляет вообще Сверидовское общество, его племянник Александр Сергеевич Белоненко. И, в общем, мы вместе посетили место рождения Георгия Васильевича. Это маленький городок Фатиш, где стоит грандиозный памятник Сверидову. Музыка Сверидова требует отточенной техники. В прошлом году Ольга Серебрийская поработала с нашим камерным хором и знает его профессиональный уровень. Поэтому с удовольствием привлекла октябинских музыкантов к юбилейному проекту. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у нас в студии художественный руководитель камерного хора областной филармонии Мирбол Куспанов. Приветствую, Ербол. Рассказывай, доволен ли выступлением в Оренбурге? Да, мы всем коллективом довольны выступлением в Оренбурге. Вообще выступать в России очень тяжело. Почему? Объясню тем, что очень много хоров, очень много мастеров. Это не как в Актюбинске и не как вообще в целом в нашей стране. Конкуренция, конкуренция. Да, конкуренция железная, конечно. Но это была не конкуренция, это было творческое выступление. Выступление было совместно два номера. Это Георгий Свиридов повстречался с сыном с отцом. Вообще Свиридов, Рахманинов в 20 веке писали для хора произведения не для 30 человек и не для 37. У них 27 человек в хоре, у нас 37. Они писали для мощного состава, где мужчин должно было быть 40, женский состав должен быть 40. И в общем должно было звучать 80 человек. А вчера, когда мы соединили два хора, это было 62 человека. Это вот на самом деле было звучание. Вся публика стоя аплодировала. Конечно, это хорошие отзывы были. Сам мэр Оренбурга, города, вышел на сцену, поздравил наш хор, что мы приехали, что мы сотрудничаем. Казахстан и Россия, как в песне «Два крыла, два сердца». Мирболов, расскажи, с кем вы еще поддерживаете творческие контакты? Это, конечно, на самом деле поддерживаем творческую связь на местном уровне со всеми хоровыми коллективами. Конечно, со всеми республиканскими нашими коллективами, потому что мы живем в одной республике. А с заграничными, конечно, это Ольга Станиславовна Серебриская. Это хор Московской гуманитарного университета, где возглавляет Борис Тараканов, который всегда отправляет ноты, что должны исполнять вообще в этом плане. На открытии сезона вы исполнили много хоровых произведений казахстанских авторов. Хоровая музыка стала популярна? Последние годы – да. Потому что в 90-м, даже в 2000-х годах, можно сказать, мало писали именно хоровую музыку казахстанскую. Почему? Потому что, я не знаю, может, не было образованных людей, которые хотели бы написать, но не могли. Даже сам Берекешев, который вот 16 девочек, мы исполняем девушек, народную песню, он ее делал, интерпретацию, три раза. Первое его, то, что он написал, он считал, что это еще не так выросло, как она должна звучать. И со временем она вот пришла к своему пику. Вот в хоре сейчас очень много хороших голосов. Откуда все эти исполнители? Ну, знаете, в этом году мы пополнили наш камерный хор восьми голосами. Это со стены к нам приехал замечательный бас Урген Сагиев. Вчера даже на выступлении, когда мы пели с Ольгой Станиславовной, когда в конце повстречался сын с отцом, он поставил «Р» внизу в контр-октаве. Она на сцене стоя ему показывает. Ты молодец. Мирбол, кто из авторов вам самому близок? Ой, мне вообще по душе современная музыка. Например, какая? Спиричулы, вот это моя стихия. Потом народная музыка, это тоже моя стихия. Конечно, из русских классиков в последнее время очень интересуюсь Рахманину, Свиридовым, можно сказать, и Фаликом. Какие темы программы ждут нашу публику в этом сезоне в областной филармонии имени Газиды Жубановой? Очень много интересного будет в нашей филармонии, очень много пример будет, особенно в свой коллектив. Хочу сказать, что в этом году мы хотим большую примеру сделать. Это Карл Дженкинс, который написал «Абай», «Шакарм» и «Тлеп». Мирбол, от всей души поздравляю тебя. Спасибо. Поздравляю всех актюбинцев, кто связан с музыкой, кто любит музыку и кто слушает хорошую музыку с Днем Музыки. О том, что и где происходит в эти выходные в Ак-Тубе, вам расскажут наши коллеги в информационной программе «Факт». Следите за обновлением новостей на сайте rikotv.kz. Ну а мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошего настроения и крепкого здоровья. Вместе с нашим генеральным партнером группы компаний «Солерс». Это новые квартиры по доступным ценам. Телефон для справок 950-333. Всех вам благ и смотрите Первый городской телеканал. Семья – это самое дорогое, что у нас есть. И она достойна лучшего. Группа компаний «Солерс».